Светлана Степченко, советская и российская актриса, певица, концертмейстер. Голос заслуженной артистки России, хорошо знаком зрителям, она озвучивала многие киноленты и мультфильмы. Солистка Национального филармонического оркестра Владимира Спивакова гастролирует по миру. Ведет передачи о музыке на телеканалах «Радость моя» и «Спас». И вот звезда с мировым именем приехала в Оскол, чтобы выступить на сцене горняка. А на следующий день Светлана Степченко пришла в библиотеку Пушкина, чтобы встретиться с дешкалятами и передать нашему городу семейную реликвию. К ее голосам говорят Пончик в Незнайке на Луне и Красная Шапочка. Им же поют Пеппи, Длинный Чулок, Пингвиненок, Лола, Гадкий Утенок. Ее вокал мы слышали в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь», «Старый клячий», «Сибириада». Светлана Степченко причастна к созданию 300 кинолент и мультфильмов, многие из которых культовые. Но главное для заслуженной артистки России – не кинематограф, музыка. Светлана Степченко – солистка и концертмейстер Национального филармонического оркестра Владимира Спивакова. Часто выступает и с виртуозами Москвы. А еще Светлана Борисовна ведет Академию занимательных наук на детском телеканале «Радость моя». Просветительство Светлана Борисовна считает величайшей миссией. За этой громкой фразой умение простыми словами объяснить сложные вещи. Вот у меня в руках музыкальный инструмент. Музыка без музыкальных инструментов, если, конечно, ты не поешь, ее не может быть. Значит, как он называется? Скрипка. Скрипка. Молодец. Похоже на скрипку, только это не скрипка, а альт. Вот сейчас разницу вам объясню. Скрипка, она очень высоко звучит, а альт может звучать низко. Музыкальный урок от Светланы Степченко так не похож на занятия в наших садах и школах. Динамично, увлекательно, познавательно. Буквально за 40 минут малыши послушали музыку, поучились дирижировать, попели, поиграли на инструментах, потанцевали и даже посмотрели отрывки из мультфильмов. Главных героев анимации Светлана Борисовна озвучивала не за кадром, а прямо в зале. Сосемь лошадки, которая забыла где, северо-западный хвосток, это какой-то глибный чулок. Кто-нибудь такую сказку читал, книжку читал, такую, правда, эти, да? Дети в совершенном восторге. Но еще в большем восторге взрослые. Светлана Степченко словно вернула их в детство. У нее не только по-прежнему звонкий голос. Не растеряв умения по-детски удивляться, радоваться и верить в чудеса, она заражает своей непосредственностью других. Светлана Борисовна уверяет, что это дар Божий, помогающий жить. Этим даром с огромным удовольствием делится с другими. Заслуженная артистка выступает в детских домах, перед блокадниками Ленинграда, в хосписах. Дети и хоспис несовместимы, но это есть. Дети с генетическими болезнями, которые не лечатся. Это страшно с одной стороны, с другой стороны, когда ребенок вот негнущимися руками тянется к инструменту. И лицо преображается у ребенка, и вот понимаешь, что есть надежда. Музыка вообще, она тоже врач. Я играю и взрослым больным в хосписах, которые уже понимают, вернее, ну как, ну там четко, 2-3 недели и все. Дети же не понимают. У меня аудитория вот от 5 и до 85. У меня также бабушки-блокадницы стучат ложками по тарелкам, меня аккомпанируют. Светлана Степченко любит людей, любит свой альт. Инструменту уже три сотни лет, но он по-прежнему прекрасно звучит и продолжает дарить радость. Важно выступить перед детьми, потому что это наше будущее. Сейчас очень непростое время, и я знаю, как мы нужны, как нужна музыка. Я сейчас занимаюсь проектом Виолетта Модеста. Это образовательный проект и 75 программ о классической музыке. Это такое своего рода табу, потому что классической музыкой во всем мире интересуется только 4% населения. Но я стараюсь, чтобы этих процентов было чуточку побольше. Старый оскол для Светланы Борисовны не просто еще одна точка на карте, где прошло ее выступление. Отсюда, из деревни Стоила, род мужа. Недалеко от Старого оскола родился прадед моего сына, русский писатель Адриан Митрофанович Топоров. И я привезла в музей личную вещь, по-моему, единственную, которая сохранилась от деда. Это часы старинные швейцарские... да, вот они, кстати. Старинные швейцарские часы. И Адриан Митрофанович передал своему внуку Владимиру Топорову, научил его играть на скрипке. А Владимир Топоров оказался моим мужем. И у нас родился сын, который является правнуком, да, правнуком знаменитого писателя. И, в общем-то, я горжусь тем, что мне удалось это сохранить. Семейная реликвия останется в музее. А у тех, кто слушал Светлану Степченко, останутся воспоминания об артистке, с которой классическая музыка никогда не бывает скучной. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал.